Татьяна, как много SKIO в ассортименте вашей компании? Как это число их количество менялось за последнее время? У нас три с половиной тысячи товаров это STM вкусвилл, то что есть в ассортименте и оффлайн и онлайн. Онлайн у нас более расширенный ассортимент, в нем присутствуют популярные бренды, которые нужны нашим покупателям, но так как все-таки у нас очень много оффлайновых магазинов, основной ассортимент это у нас STM вкусвилл, и там мы придерживаемся достаточно ограниченного ассортимента, три с половиной тысячи плюс-минус, и в последнее время мы стараемся держаться все-таки не больше и не меньше именно то, что помещается в магазин, то, что комфортно людям выбрать. Сейчас очень многие ритейлеры были заняты поисками поставщиков в замену шедшим, ну вообще ротации поставщиков в связи там с тем, что у кого-то сырья не хватает, у кого-то там проблемы с оборудованием возникли и так далее. Насколько вас эта история коснулась? Достаточно сильно коснулась в любом случае, хотя мы всегда придерживались стратегии отечественных поставщиков максимально отечественного продукта. Однако составляющие, да, сырье все прошли через эти проблемы, и у нас очень круто отработали, я считаю, и наши ребята-закупщики, и поставщики, потому что они тут же там создали общие чаты, где прям поставщики одного и того же продукта помогали друг другу, обменивались опытом, обменивались контактами, там, где можно найти сырье, то есть хорошо вышли из ситуации. Сейчас кого не хватает, скажем так, более всего? Более всего. Вообще мы постоянно ищем поставщиков, потому что сеть растет, объемы растут, и пусть количество из СКЮ у нас ограничено, мы его, во-первых, ратируем, во-вторых, у нас один продукт могут производить несколько поставщиков. И в целом у нас очень развивается кулинария, овощи, фрукты, но поставщики нужны и на мясо, на мясную гастрономию, насколько я знаю, по рыбе будут рады поставщикам. У нас сколько должна быть большой компания, чтобы вот она вас заинтересовала? То есть, условно говоря, ну ваши коллеги, скажем, по рынку готовы работать с поставщиками, которые в несколько магазинов поставили, собирают говорить про азбуку вкуса. Вот у вас насколько эта история, скажем, должна быть глобальной, чтобы поставщик мог с вами работать? Со всем маленьким компаниям сейчас будет сложно работать. Здесь все очень индивидуально, условно, если это, например, какие-нибудь десерты. Ну, в общем, надо пробовать. Вот так. Конечно, удобнее работать все-таки с компанией, которая может поставить на несколько магазинов. Это удобнее всем, и этой компании в том числе, потому что для них тогда понятнее все процессы по приемке на складе, потому что это, ну, такие достаточно технологичные процессы, это уже огромная машина, чтобы нигде ничего не сбоило. И маленьким поставщикам достаточно сложно встраиваться в такие процессы. То есть, у них должен быть, видимо, какой-то интересный продукт, чтобы много сил приложить на то, чтобы их адаптировать. Либо это все-таки должен быть средний размер. Но в любом случае нужно пробовать. И, мне кажется, с коллегами нужно думать про некий канал для входа небольших поставщиков. Это важно. Вот вы упомянули, что работаете с задвоением поставщиков. А вообще в целом, вот насколько удается поддерживать вот эту вот идентичность продукта, которую делают все-таки на разных производствах? И насколько, если жалобы, допустим, от потребителей, которые что-то не устраивают, как вы это отрабатываете? Вы попали в самое сердце. Конечно, они есть, да. Чем сложнее продукт, тем... Ну, для сложных продуктов это более актуально, для более простых продуктов менее. В целом, это процесс, это постоянная работа. То есть, где-то, например, где расхождение как-то критично, и их невозможно приблизить друг к другу, да, продукты там абсолютно, например, разной линии, технологически нет возможности. Их можно в целом завести как разные продукты, просто чтобы они не пересекались на полке. Это, ну, такая техническая вещь. В основном, мы стараемся подводить все-таки к одинаковому вкусу продукту. Вот так. Ну, а все-таки, если говорить про количество жалоб, скажем так, о каких количествах речь идет? То есть, это одна-две или это там бывает, что что-то принципиально не заходит? Ну, это каждую неделю у нас очень много обращений от покупателей. То есть, у нас сотни обращений от покупателей. И на эту тему, ну, порядка, может быть, десяти в неделю я точно как бы не скажу, да, чтобы не обмануть. Но это точно постоянная тема актуальна, потому что людям, естественно, хочется получать однотипный продукт. И если, ну, на самом деле, эта проблема может быть и нестабильности у одного поставщика. То есть, это просто рабочие моменты. Вот так я бы назвала. А какие категории в ассортименте сейчас развиваются? Какие самые популярные? Чем интересуются ваши покупатели? Ну, активно, конечно, развивается у нас кулинария. Люди меняют паттерн потребления и все чаще и чаще прибегают к готовым решениям. Кулинария – это очень широкий спектр, да. Это и там полуфабрикаты какие-то очень подготовленные, ready to cook, и готовая еда. Прям взял и съел. Десерты у нас традиционно хорошо растут, хорошо идут. Овощи, фрукты. Какими-то цифрами можете поделиться в плане роста категорий? Темп роста в целом порядка, наверное, 20% как минимум. Опять же, это я очень среднюю цифру говорю. А что теряет популярность? Все-таки ассортимент вы, наверное, постоянно ротируете. Что, скажем так, может быть, пользовалось спросом, когда, например, компания только начинала свой путь, а сейчас это уже не актуально? Продукты, конечно, и приедаются, и, например, заходит более интересная версия, какой-то более вкусный йогурт, например, и какой-то отходит. При этом у нас есть, например, практика перезапуска. То есть люди отдохнули от продукта, или, например, ему сейчас не сезон, а потом мы его возвращаем. То есть у нас очень большая ротация ассортимента происходит, и покупатели это ценят. Они любят новинки, любят уникальные товары. А касательно потери популярности, последнее время, последние месяцы, конечно, это дорогие продукты, с ними сложнее. То есть, например, мясо, люди прицениваются, и, конечно, его гораздо сложнее. И как вы работаете в этом случае с ассортиментом? Вы его как-то сокращаете или что делаете с дорогими категориями? Сейчас в целом мы стараемся заводить более дешевые позиции, например, может быть, с меньшей зачисткой. Мы однозначно не уступаем в качестве. То есть мы и покупатели об этом просили. Мы понимаем, что предложение качества нельзя терять. Можно терять, может быть, предложение удобства, заменить где-то листы романа на какую-нибудь другую зелень, но точно не в натуральности и качестве. А цены у вас как себя ведут сейчас в магазине? Пришлось повышать наверняка, учитывая ситуацию. Как покупатели реагируют? Да, ну, весной мы повысили, да, скономерно со всем рынком, потому что выросло все. Сейчас с того момента, во-первых, мы понизили на ряд товаров, цены, прям даже подсветили это все. И в целом развиваем более, ну, как я сказала, да, более доступные варианты. Например, вот очень классное решение, мне нравится, мы развиваем мясные полуфабрикаты с овощами. То есть это и дешевле, и здоровее. Это, на мой взгляд, тут очень правильное решение. Вот вчера здесь на сцене InfoLine объявили о том, что самые-таки растущие категории у нас это алкоголь и конфеты. Вот в данном направлении как-то вкус его планируют работать? Вообще у нас алкоголь очень небольшую долю занимает. И у нас магазин для здорового питания. Мы стараемся поддерживать вот это настроение. Поэтому алкоголь у нас минимумом представлен. Нет планов по его какому-то яркому развитию. Вот так, ну, лучше овощи, фрукты, да. Конфеты. У нас больше десерта, популярный фреш, да, потому что там ярче, заметьте, натуральный вкус. Но я думаю, что конфеты, надо поговорить с менеджером по этой категории. Вполне может быть, что будем развивать. Но у вас там какие-то ремесленные варианты же есть конфеты. Да, да, да. У нас есть просто небольшая линейка, ну, не очень большая линейка. И я думаю, что у нее есть потенциал, да, по развитию. Сейчас, если говорить про развитие в новых регионах, то куда вкус Вилл вышел вот в этом году? Челябинск, Мурманск, Красная Поляна, Адлер. То есть юг, север, в Перми мы открылись. Вот я не помню, в этом году или пораньше. В общем, у нас сейчас больше 60 городов уже. А там также доставка развивается, как и в Москве? Да, да, доставка есть. Вот как-то вы дополнительно ассортимент готовите к тому, что вот он теперь будет не только вот на полке красиво лежать, его покупатель аккуратно будет забирать, но еще и должен пережить доставку. Потому что очень многие ритейлеры говорят о том, что готовую еду прям нужно специально прорабатывать под это. То есть какие-то дополнительные штуки там, чтобы котлеты не опрокидывались и так далее. Вот как вы с этим работаете? Вы работаете ли? Прицельно сейчас нет. Потому что глобально готовая еда у нас самих доставляется до магазина и тоже нужно, чтобы котлеты не опрокидывались. То есть это происходит еще на начальном этапе. Дальше, конечно, на стадии доставки именно покупателю, покупатель нам дает много обратной связи, что ему не так пришло, приехало, и поэтому там уже наши ребята, кто занимается сборкой и доставкой, отрабатывают там по сумкам что-то, по тому, как, в каком порядке что упаковывать. То есть здесь совместная работа получается. И если так коротко говорить, это направление, которое скажет так, ваша деятельность, за которую вы отвечаете в компании, а планы и фокусы на ближайшее время? Хотя бы там, не знаю, в разрезе нескольких недель, если мы не можем говорить в каких-то длинных сроках. На чем вы будете фокусироваться? Сейчас, пожалуй, на том, чтобы, как и всегда, в целом давать все ценности покупателям, которые может дать вкус Вилл. А это продукты, которые помогают ему вести здоровый образ жизни, экологичный образ жизни. У нас сейчас месяц экологии, например. И качественные, уникальные вкусы. Для этого мы у нас 100% истаем, поэтому вся упаковка наша. Поэтому мы стараемся максимально покупателю на упаковке рассказать, помочь, как выбрать продукт, чем он хорош, что у него с составом, что у него со вкусом. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!